Добрый день, в эфире программа Paradox, с вами ведущий Степан Демура. Тема у нас сегодня достаточно интересная, если не сказать забавная. Если вы заметили, на прошлой неделе визги по поводу Сноудена сменились визгами по поводу Навального. И даже один федеральный канал, который принадлежит официально оппозиционному олигарху, дошел до того, что заявил, что арест Навального ввалил российские рынки. Это, конечно, круто. Ну да, действительно, рынки сходили на процент вниз, потом с таким же успехом на процент вверх поднялись. Но, тем не менее, вот этот арест, а потом такое магическое освобождение по просьбе прокуратуры Навального, они оставили очень много вопросов, скажем так, значительно больше, чем ответов. И хотелось бы попытаться во всем этом разобраться без истерик, без эмоций. И, наверное, может быть, у нас это все не получится. В гостях у нас Юлия Несневич, профессор каведры политологии НИУ Высшей школы экономики. Добрый день, Юлия. Добрый день. И Олег Лурья, журналист. Добрый день, Олег. Спасибо, что пришли. Ну вот мне сегодня тоже повезло, титры очень короткие, не надо зачитывать полустраницы. Ну, давайте сразу перейдем к делу, потому что, действительно, на прошлой неделе сначала была истерия по поводу Сноудена. Она просто нагнеталась, вот он там сходил в туалет, это событие. У него стул нормальный, это прекрасно. Потом, значит, арест Навального. Тоже, сколько визгу было, сколько всего. Единственное, что мне лично бросилось в глаза, то, что мадам Собчак, она как-то никак не отреагировала. Наверное, хочет обратно на НТВ. Ну, ладно. Прости меня это, каждый должен на что-то жить. Ну, я, на самом деле, предложил бы проанализировать все это с той точки зрения, что Навальный, это не столько Навальный, это, так будем, можно назвать, проект Навальный, да? Такой бизнес-проект. А у этого бизнес-проекта есть инвесторы, у этого бизнес-проекта есть управляющая компания. А Навальный, ну, это, скажем так, такое лицо проекта, да? За которым стоит такой верхушка Ацберга, за которым что-то стоит. Вы согласны с этим? Ну, только не бизнес-проект, это политический проект. Политический проект, но... Это разные вещи. Ну, я, может быть, неправильно выразился. Ну, есть инвесторы, есть управляющая компания, есть лицо, да? Ну, понимаете, в политических проектах не такая жесткая связь, как в бизнес-проектах. Там, действительно, есть инвесторы, есть управляющая компания, а здесь немножко, это, кстати, более подвижная система, она, кстати, и сработала во всех этих событиях, что это не очень жесткая система. Поэтому я говорю, вот это... Хорошо, хорошо. Политический проект в том, как всем же Навальным дает возможность ему участвовать в совершенно параллельных политических проектах. То, что вот мы видели на днях, я считаю, как отдельный мини-такой политический проект. Потому что, смотрите, ведь Навальный, скажем так, этот проект обязан своей раскруткой интернету, да, блогерам. Я просто сделал простую вещь. Я посмотрел на статистику запросов Google Навальный. Значит, если проект успешный, то эта статистика должна расти взрывообразно и все время идти вверх. И что я обнаружил? Интереснейшие вещи, что на популярность Навального влияют его посадки. Не то, что там через него слили компромат на Транснефть, либо на Якунина, на его бизнес-империю, а посадки. Первый раз всплеск был, когда его посадили на 15 суток. Потом все это схлопнулось практически до 20%. Сейчас его снова посадили, снова всплеск. Не кажется ли вам, что это используется для вот раскрутки и поднятия... Нет, нет, нет. Это на самом деле бездарность власти. Никто, я думаю, специально вот такие вещи не делает. Это довольно сложная конструкция. Просто власть в последнее время у нас впала такое состояние, я бы сказал, психоза. Когда она боится потерять власть, она совершает совершенно дикие шаги. Под логикой объяснить посадку Навального нельзя. Понимаете? Это можно объяснить только страхом, что появилась какая-то маленькая угроза, и вот даже не давая адекватно, не оценивая эту угрозу адекватно, тут же следует реакция. Вот откуда это происходит. Сама власть провоцирует внимание и интерес. Никто там не... Вот если бы Навального власть не трогала, то вы правы, он бы вот его рейтинг как был на одном-двух процентах, он бы там и стоял. Вот это я в глубоком углом договорю, потому что даже после всех фокусов его рейтинги на самом деле по стране 8 процентов. Ну я даже, я говорю не о рейтинге по стране, а я говорю вот среди блогеров, интерес к Навальному. Ну я еще раз говорю, интерес вызван действиями против Навального. Да. Правильно? А кто совершает эти действия? Вот Олег, я вижу, не согласен. Нет, нет, я не согласен. Во-первых, Навальный никакой даже минимальной угрозы для власти не представляет. И в данном случае мы все видели единый, слаженный, великолепно поставленный спектакль. То есть Навальный выходит на кандидат, становится кандидатом в мэры, естественно, по договоренностям. Но у него возникает одна проблема. Ну и как результат за участие в мэрии, это условный срок и так далее. Но у него возникает проблема. Максимум 5 процентов. Это не нужно никому, ни власти, ни Навальному. 5. И тогда делается совершенно потрясающий спектакль. Олег, извините, вас перебью. Вы считаете, что ему нужно набрать больше? Конечно. И он уже их набрал. То есть делается совершенно гениальный спектакль. Мерхольд отдыхает. То есть его сажают. Эти трогательные обнимания возле камеры, работа на камеру, его закрывают. Его рейтинг тут же поднимается количество голосов. Уже 5 изменяется на 15, а то и все 20. И потом его выпускают, как бы властью боялась его поклонников. Но он именно сам так и преподносит. Да, его выпускают. Далее. Рейтинг увеличивается уже за 20. То есть... Ну это вы метафорически говорите. Нет, нету такого рейтинга. Ну не рейтинг, рейтинг. Я имею ввиду количество голосов возможных на выборах. Нету такого. Плюс, ну давайте так, вот моя версия. Это версия Олега. Еще напишут, возможно, там туда-сюда 5 процентов. И картинка такая. Навальный 20-25. Весомый политик. Да. 20 на всех остальных кандидатов и 55-60 у Собянина. Красиво. Красиво. Победил в выборной борьбе. У него есть мандат народа. И после чего он получает свое заслуженное условно. Может быть даже годик скинут. Четыре условно. То есть вот картинка простая. Заранее спланированно, договоренный, отличный спектакль. И он, сектанты, резвятся. А вы не согласны с этим? Абсолютно нет. Дело в том, что у этого спектакля нет режиссера. Вот если мне Олег скажет, кто режиссер этого спектакля, я готов согласиться. Но режиссера-то нету. Вот что проблема. Ну, во все инноваться сурков? Нет. Нет. То есть на самом деле, если мы внимательно последим за тем, что происходит, то проблема действительно есть с московскими выборами. Она действительно сыграла определяющую роль. Вот о всей линии Навального. Это безусловно. Тут вряд ли кто-то будет дискутировать. Юрий, а в чем проблема заключается? А проблема очень простая. Значит, эти выборы в лице граждан не представляют никакого интереса. Вот реально... Не представляли. Не представляют и не будут представлять. Просто надо стать социологией смотреть. То есть на самом деле, результат, который сейчас вырисовывался до всей этой картинки, был приблизительно так. Явка где-то в районе 30% и 78% за Собянин. Это самая жуткая ситуация для власти, которая может состояться. Вот хуже ситуацию просто не придумаешь. Это просто контраргумент вот тому, что вы сказали. Может быть, он и не совсем правильный. Простите, а что, власть волнует легитимность выборов? Волнует. Волнует. Понимаете, волнует как внешняя демонстрация. Не с точки зрения потери власти. А на самом деле, при всем, как бы мы ни относились, все-таки там люди, понимающие некую ситуацию. Другой вопрос, как они действуют. Это вы зря думаете, что она абсолютно бездумная. Вот тут при всем моем, как бы, мягко говоря, не очень любезном отношении к власти, я не могу исключить того, что там люди, в общем, думают и понимают некие самые общие вещи. Самые общие вещи, понятно, что надо сделать картинку красивых выборов. Не потому что волнует. Опять с вами не соглашусь. Понимаете, вот вы говорите, там люди думающие, понимающие. На мой взгляд, если бы там были думающие, понимающие люди, в том числе и Сурков. Суркова там уже нет. Ну, нет, ну он строил систему. Нет, там сейчас Володина, это немножко другая история. Ну, смотрите, тогда бы они, во-первых, в этой системе сделали бы клапан для спуска пара. Вы в другом говорите. Вы говорите, если бы они думали рационально. Я же не говорю, что они рационально думают. Это мы тут образных вещах говорим. Мы говорим, потому что они понимают ситуацию, а вот как они ее пытаются разрешить, это другой вопрос. Вот вариант с Навальным. Понимаете, в чем дело. Навальный история с Навальным началась за много раньше, чем на московские выборы. Я вам просто напомню факты. Весь процесс против Навального начался, когда еще о выборах еще мало кто думал. Конечно, но приговор зависел от выборов. Нет, значит, тогда первый ваш довод оттуда же отпадает, что там процесс Навального был кем-то инспирирован. То есть он был кем-то инспирирован в связи с Москвой. Нет, именно приговор. Значит, теперь то, что касается последующих событий. То, что существует некий интеллект к тому, что Навального посадить... Юрий, вынужден вас прервать. Мы уходим на новостной перерыв. Продолжим после новостей. Оставайтесь с нами. Мы снова в эфире программа «Парадокс». Пытаемся мы разобраться на хуй из мистера Навального. Ну, конечно, на Путина он не тянет. В гостях у нас Юлия Несневич, профессор кафедры политологии НИУ Высшей школы экономики. И Олег Лурье, журналист. Вот, Юлия, пришлось вас прервать. Так вот, смотрите, если вы рассмотрели весь этот сценарий, то он бездарен. Потому что ясно, что все действия делались в попыхах. Вот представьте себе, впервые в российской практике судебной, впервые, такого не прогнозируется, это не сценарный эффект, это эффект 7-минутной реакции, понимаете? Вот о чем я говорю. Причем довести ситуацию до такого абсурда, может только тогда, когда нету согласованных действий. Эта ситуация сегодня абсурдная, абсолютная. Человек сначала приговаривает к пяти годам, причем там ясно, что есть все сомнения в самом судебном процессе, мы сейчас это не обсуждаем. Просто еще раз доказать, что система наша судебная никуда не годится. Ну, только что нету человека судили, ничего страшного. Да, ничего страшного. А после этого вдруг предпринимается шаг, который вообще в судебной практике до сегодня был неизвестен. Значит, столкнулись интересы. Вот это точно столкнулись интересы. Значит, один интерес, это те, кто хотели посадить Навального. Ну, кто? Ну, тем, кому он мешал, там, вот тут Олег же говорил, вопрос с аэрофлотом, там, с компаниями, с кем угодно. Ну, Навальный, опять же, управляющая компания Навальный сливала компромат. Нет, нет, мы говорим о другом, это другой, да. Но те, на кого сливали компромат, они, так сказать, хотели ответить. Это безусловно. То есть сломать проект? Ну, конечно. Ну, а смысл отвечать после того, как компромат уже сливал? Нет, я объясню, сейчас объясню, в чем смысл. Дело в том, что, если человек тут же осуждается как экономическое преступление, то весь его слив теряет, как бы, остроту с точки зрения восприятия. Вот, но у вас есть один посыл, что власть как-то озабочена легитимностью выборов. Да, безусловно. А с другой стороны, та же самая власть устраивает беспредел Ярославля. Там они не озабочены, а здесь озабочены. А это как раз говорит о том, что власть это не некий единый организм. Вот в одном месте, так сказать, что-то пытаются, так сказать, сделать, а в другом действии рубят топором. Ведь в московских выборах то же самое. Один шаг это удар топором, другой шаг пытаются, так сказать, как-то этот удар топором привести в какое-то более-менее понятное состояние. Я еще об этом и говорю. Вот не можно, если был бы сценарист и был бы сценарий, то можно написать очень красивый сценарий московских выборов с участием Навального, как угодно. Но здесь-то абсолютно другая картина. Но у нас на связи, извините, редкий гость. Это депутат Единой России Андрей Исаев. Добрый день, Андрей. Добрый день. Вы, наверное, слышали часть нашего диалога? Нет, не слышал. Я нахожусь в дороге в Нижний Новгород. Ну, вкратце, вкратце мы пытаемся без всяких эмоций и визгов разобраться. А как же так вот интересно? Навального сначала осудили, потом прокуратура его освободила. Кому это выгодно и вообще что за цирк происходит? У вас есть какое-то мнение по иному поводу? Ну, я не стал бы искать выгоду там, где нужно искать правосудные или неправосудные решения. А о мертвых людей судить это правосудное, на ваш взгляд? Вы знаете, дело в том, что если это соответствует закону, то правосудное без формы. Ну, закону соответствует тот факт, что мертвых судят по просьбе родственников, а ее не было. Поэтому каком правосудии можем говорить, если не секрет, конечно? Ну, в данном случае речь идет о чем? Речь идет о том, что разобравшись, суд сказал, был ли виновен Магнитке? Нет, 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 Андрей, извините, я вас прерываю, просто нас сейчас правосудность решения, вот лично меня и нарогостей не волнует. Нас вот интересует... Процессуальная часть. Процессуальная часть. Ну, через час после решения. Через час это не ночью было, правильно? Это было задолго до митинга, который собрался на Манежной площади. Поэтому лгут сторонники Навального, когда говорят, что это решение, принятое под воздействием митинга. Согласен, согласен. Значит, решение... То есть и сам Навальный лжет, отмерзает. Сразу же было принято решение прокуратурой. Почему прокуратура мотивировала свое решение? Они считают, что сейчас, пока в данном случае не принял решение в суд второй инстанции, то есть приговор не вступил в законную силу, а Навальный является зарегистрированным кандидатом в мэре Москвы, надо предоставить ему возможность... Не может быть судебного решения такого. Это уже не судебное решение. То есть прокуратура озаботилась выполнением прав Навального? Прокуратура объясняет. Прокуратура объясняет. В соответствии с федеральным законом. Задача прокуратуры – это обеспечение законности и прав любого гражданина. И в данном случае прокуратура обзрешивала разные аспекты. С одной стороны, есть судебное решение, которое касается уголовного преступления, совершенного Навальным. С другой стороны, есть права Навального как кандидата в депутаты. Прокуратура исходила из того, что можно ли до решения суда второй инстанции и предоставить Навальному реальные возможности участвовать в избирательной кампании? Да, можно. В этом случае прокуратура настаивала на том, что такие права были реализованы. Это хорошо. Прошу прощения. А вот Олег, журналист. А если бы сейчас губернатор бывший тульский Дудко зарегистрировался бы кандидатом, то его бы тоже отпустили бы до суда? А почему это выполняются права Навального, а скажем, права Ярославского мэра не выполняются? Что такое избирательное применение? А в отношении Ярославского мэра пока не вступила в силу решения суда. А, то есть прокуратура бессильна. А там тоже в отношении Навального решения суда не вступила. Вот, в данном случае, в отношении Ярославского мэра хочу обратить внимание, что это человек, который, находясь на свободе, с точки зрения Следственного комитета, я не знаю, в данном случае, я не занимался, что называется, углубленным делом Уралашова, но с точки зрения Следственного комитета может воздействовать на свидетелей, и в результате этого следствие может быть искажено. Андрей, а не подскажете, вот я тут тоже столкнулся с нашей судебной системой. Навальный уже этого делать не может, чтобы как раз это понимали. Просто я понимаю, может быть, ошибаюсь, но судебное решение вступает в силу только после апелляции, если апелляция проиграна. То есть судебное решение в силу не вступило. Нет, за законную силу. На сегодняшний день приговор вынесен. Но он вступает в законную силу только после апелляции. До тех пор, пока этот приговор не отменен, мы исходим из того решения, которое принял суд первой инстанции, считая его правильным и законным. Суд новый, Андрей, вы знаете. Но при этом мы понимаем, что приговор вступает в законную силу, то есть человек либо отправляется отбывать наказание, либо не отправляется. Не совсем так, Андрей. Приговор вступает в силу после апелляции. Он не вступил еще в законную силу, поэтому прокуратура что-то химичила. Я еще раз повторяю. Приговор вынесен. Он вынесен и вступил в законную силу. Это разные вещи. На сегодняшний день мы исходим из решения суда. В законную силу приговор вступит. То есть наказание человек начнет отбывать в том случае, если в результате подачи апелляции, апелляция, насколько я понимаю, еще не подана, если в результате подачи апелляции, суд второй инстанции пересмотрит данное решение и примет какое-то иное. А почему это у нас такой уникальный случай? В этом случае решение суда первой инстанции будет отменено. И по существующей практике суд второй инстанции вернет в суд первой инстанции суд для решения для повторного рассмотрения. Либо он согласится с приговором в его обвинительной части, то есть в признании вины. То есть вы не видите ничего странного, да, Андрей? И дальше после этого назначат свое решение. Я понимаю. То есть он либо согласится с строком лишения свободы, либо не согласится. То есть ничего странного в этой ситуации вы не видите? Нет ничего странного в этой ситуации. Хорошо, спасибо большое. Всего доброго. А я вижу, потому что это единственный прецедент, который мы имели место. У нас сколько таких ситуаций, когда людей осуждают, потом все подают апелляцию, но почему-то все после первого решения суда отправляются, извините, за решетку. Не было еще ни одного случая такого. Да, можно приведу несколько примеров? Конечно. Я после вот этого совершенно невероятного освобождения и... Магического? Да, да, да. И возвращение Аки Ленина на финляндский вокзал... Месса вернулся. Да, да, да. И я посмотрел судебную практику и обнаружил, ну, в общем-то, ничего нового, но, например, женщины, матери, одиночки, имеющие двух детей, например, даже дитё... Именно по этой статье. Да, 159-я, ну, которая входит в перечень вот этих всех финансовых статей, взятка, то есть 11 месяцев ребёнку, мать-одиночка, несудима, ранее, больная, с опухолью мозга, например, вот, или... Сидят. Да, Олег, тут тоже только что был прецедент с двумя девочками из Пусси Райт. Вообще там ещё меньшая ситуация. Их что, выпустили бы до апелляции? Ну, о чём мы обсуждаем, в общем, вещь, который, ну, просто интересно обсуждать. Да, ну, это, так сказать, игрушки, которые... Ну, давайте вернёмся к нашим баранчикам и спокойно сдадимся вопросом. Кому выгодна такая ситуация? Да сейчас она, на самом парадоксе, заключаясь в том, что эта ситуация, она сейчас никому не выгодна. Вот это парадоксальная ситуация, при которой, вот, если внимательно проанализировать то, что может произойти и то, что происходит, то оказалось, что все оказались в проигрыше. Нет. Ну, может быть, кроме... Ну, вот есть такая теория, но она мне не очень, как бы, симпатична, что Навальный получил рупор. Вот единственное, что он будет сейчас, так сказать, ругать власть. Вот единственное, во всём остальном, если мы берём сами выборы, то понятно, что те люди... Ну, есть сторонники Навального, они, так сказать, его будут поддерживать, они будут за него голосовать. Те люди, которые, так сказать, находятся в протестной части, для них сегодня Навальный стал ещё более сомнительной фигурой после всех этих, так сказать, закидонов. Так мягко скажем. Помогли собрать... Ну, он стал сомнительной фигурой после того, как он взял подписи. Ну, да, подписи, ну, в общем, целый набор фактов. Увеличит ли то, что, так сказать, Навальный выйдет сейчас на выборы количество людей, пришедших, у меня есть сильное сомнение. Потому что есть один нюанс, как бы пойти голосовать, так сказать, за Навального, ну, не за Навального, а против... Протестной голосования. Протестной голосования. Ну, вот сбитая эта волна, её можно было, если грамотно строить, её можно было по-другому построить. Значит, вот с точки зрения выборов никто не остался в выигрыше. Вот тот сценарий, который был бы очень нужен... А какой? Реальная борьба, довольно высокая посещаемость, и Собянин побеждает то, что Олег говорит. Тогда бы это было действительно то, что было бы интересно получить. Но для этого нужно было бы оправдать. Для этого надо было бы по-другому как бы, по-другому играть. Я не берусь как... Я не берусь сказать, как... Ну, даже лучше было бы оправдать. На самом деле. Вот с этой точки зрения лучше было бы оправдать. Потому что тогда человек, так сказать... Так ещё не всё потеряно по результатам выборов. В результате выбора, понимаете, уже оправдание последует, там, или условно-сток, они последуют после выборов. Это очевидно. Ну, так тогда с этого сценария это ничего не получаете. Вы с этого сценария ничего не получаете на самом деле. Вот проблема. Как же, как же, сценарий начал работать с того момента, когда это, так сказать, была вводная часть, увертюра, когда Навальный принял голоса Единой России, муниципальных депутатов. Все, он протянул руку, он договаривался. С пальцем журиков и воров договорился, но надо же. Конечно, были нежные объятия. С точки зрения сценария, это плохой год. Дальше, дальше, дальше сценарий. Начали считать возможные голоса. Но это хороший сценарий для Навального. Это для всех хороший сценарий, и для власти тоже. Посмотрите результат. Оппозиционный деятель приходит вторым. Ура! Я, Олег, честно говоря, больше склонен согласиться с Юлием с одной простой точки зрения, что, ну, действительно, Навальный как-то себя вот дискредитировал. Я имею в виду не встание евангелистов своих, а вот те, которые сторонники Навального. Более-менее разумных людей, которые пошли бы протестно голосовать. Голосовать больше не за кого. Он в любом случае был бы вторым, понимаете, Олег? Вот ситуация на этих выборах такая. Давайте забудем то, что произошло. Мы должны прорваться и уйти на новостной перерыв. Оставайтесь с нами. Добрый день. Мы снова в эфире. Это программа «Парадокс». У нас в гостях Юлий Несневич, профессор политологии НИУ в высшей школе экономики, и Олег Лурье, журналист. Ну, обсуждаем мы тему, кому был выгоден этот цирк с Навальным. Но мнения разделились. Олег считает, что это гениальное кукловодство, а Юлий считает, что это бездарный худрук, грубо говоря. — Отсутствие единого худрука, я бы так сказал. — Или бездарный худрук, грубо говоря. — Массовый худрук. — Ну, хорошо. Давайте с другой стороны зайдем. Вот проект Навальный. Смотрите, смотрящим за Навальным является банкир из Альфа-группы. Это официальная информация. То есть, естественно, предположить, что одними из инвесторов в этот проект, который также смотрящий за этим деньгами, это Фридман и Альфа-группы. У них свои интересы. С этой точки зрения вполне логичным выглядит тот слив по поводу транснефти. Потому что тогда они еще были владельцами ТНК БФП, с которого, в общем-то, и начинал свою карьеру Навальный. Вполне логичным выглядят все эти события вокруг Якунина. Что у нас там было? Официальная отставка, через час ее нет. Доренко, который наехал на Якунина. АРСН — это Сурковская часть проекта. И тут же Навальный сливает практически всю империю Якунина. Ну, естественно, он ошибся в одном месте. Где? Извините, просто я почему это веду, хоть хотелось бы понять, кто инвесторы в этот проект. И какие у них интересы. Вы забыли еще про Лебедева. Лебедев, да, тоже опальный олигарх. Про Лебедева, который его в аэрофлот фактически, в общем, делегировал. Извините, аспер Валович. И доказательства того, что происходил слив материала, они, в общем-то, имеются. Например, если даже взять того же Якунина. Ну, это вся схема офшорной его бизнес-империи, это слив в чистом виде. Я анализировал эту схему. То есть анализировал последний материал Навального, который вызвал якобы такой большой шум. Шум больше был искусственно накрученный, потому что это якобы расследование, в кавычках, где нет ничего. Это фейк. То есть ни одного совпадения, ни одного выхода на Якунина. И вывод такой. От Навального требовали третью часть марлезонского балета. Третью часть. И он просто собрал имеющиеся в открытом доступе старые публикации и нарисовал схему, непосредственно к Якунину отношения не имеющие. И попытался взорвать. То есть, естественно, я думаю, что у него после этого возникли проблемы. Не со стороны Якунина, а со стороны заказчика. После последнего. Интересно. Потому что пустышку. Он кинул полную пустышку. Если ее внимательно проанализировать, там нет ни одного реального соединения с Якуниным. По принципу... Даже с членами семьи. Да. То есть жена была, но вышла. Все. То есть по принципу пяти рукопожателей. То есть мы с вами пожали руки, значит, у кого-то еще знакомый. В итоге я пожал руку президенту Путину. Получается. И поэтому мыть ее не буду. Да. Вот по этому же принципу и привязан... Ну, я думаю, что тут не все-то не все-таки так просто. Было требование дать выстрелить. Потому что, на самом деле, история с дачей Якунина, она никем не выдумана. Реально существует. Это реальная дача. Мы говорим о последнем. Про бизнес-империю, да. О бизнес-империи. О шовной. Ну, скандал-то с Якуниным начался не с бизнес-империи, а началась с дачи. Это вот, надо просто, опять же, факты помнить. Еще момент. Тот же Навальный никакого отношения к даче Якунина не имеет. Он просто перепечатал чужой пост. Нет, нет. Это все понятно. Мы просто берем некие реальности. Я не могу сказать, понимаете, вот как-то Олег очень... У него какие-то все очень такие... Вот с чего я начал? В политических проектах не бывает очень жестких связей. В этом отличие политического проекта. Вы все время сходите из бизнес-проектов. Есть условная альфа, которая условно интересна, она условно заслала казачка. Наверное, в экономических проектах так и бывает. В политических никто так никогда не действует. Действует совершенно другими способами, решая, может быть, похожие задачи, но там механика другая. Поэтому я здесь не уверен в такой жесткой механике. Но деньги присутствуют же и в политическом проектах. Вот этого никто не доказал, что там деньги присутствуют. Вот если вы мне докажете, что Навальный получал деньги, тогда... Нет, нет, деньги присутствуют в виде бизнес-интересов. Нет, нет, я еще раз говорю. Мы же говорим о... Вот где они присутствуют. Мы не говорим... Вы говорите о некоторых структурах, в которых могут быть привязаны бизнес-интересы к тем ситуациям, которые вскрывал народ. Безусловно, это может быть. Но вопрос прямого доказательства, что Навальный делал операцию, за которую он получал деньги, ни у кого нет. А нет, а мы об этом не говорим. Ни у кого нет. Поэтому, знаете, дальше возникают вот эти все это, кстати, тогда, а нафига это Навальный? Амбиции. Значит, тогда мы говорим о неких политических моментах, правильно? Вот. Значит, тогда мы получаем немножко другую связь. Амбиции, крыша. А крыша для чего? Я вам задам вопрос, а для чего крыша? Чтобы вытащили? Куда, откуда? Давайте так, вернемся. Может быть, те же самые деньги? Почему отрицательные? Нет, мы не знаем. Давайте вот туда не лезть. На самом деле. Ну, как же тогда получается? Нет, нету. Будем говорить о бизнес-интересах замешанных. Коммерческих интересах не называют. Понимаете, в чем дело? Вот тут все-таки существует презумпция невиновности. Я, кстати, я не привык рассуждать в категории. Она существует. Мы гипотетически рассуждаем. Рассматриваем модель проекта. Тогда ответьте мне на такой вопрос, если у вас такая вещь. Значит, есть рисковый шаг. Политика по фамилии Навальный. За которым он может попасть в тюрьму. Он прекрасно понимает, что могут последовать такие действия. Зачем он этим рискует? А у него другого выхода нет. Почему? Почему? А какой у него выход? Дело заведено. Чтобы он и делал, оно будет продолжаться. До этого. Началось-то все до этого. Я вам еще раз говорю. Все вот истории как бы с вскрытием схем. Здесь, я думаю, что все очень просто. На самом деле, ведь у нас политическое поле зачищено. Правильно? Как у нас работает система? Если ты допущен открывать рот в политике, значит, на тебя должен быть либо компромат, либо большой крючок, который тебе загнали под самые жабры. Навальному устроили такой крючок. Все. Ну, элементарно же. Ну, крючок-то появился раньше. Он был крючок, за него потянули. Был раньше. А какой? Вот это интересно. Вот этот вопрос меня больше сегодня интересует. Все, что вы сейчас рассказываете, это сегодняшние события. Да, я просто не в этом хорошо. Но там же всегда должен быть какой-то бэкграунд, на самом деле. Понимаете? Вот для меня, почему довольно проблематичная фигура Навального? Потому что я немножко знаю как бы его ту историю старую. Он же был членом Яблока. Да, да. Пытался создать такое движение народ националистическое, за что из Яблока был убран. Затем он появляется советником у кировского губернатора и так далее, и так далее. Это все же было до этой игры, понимаете? Это же было тогда, когда на самом деле он еще в политику вот так открыто не играл. Все же это было до этого. Значит, был какой-то другой интерес. Вот тут был какой-то интерес. Правильно? Вот какой? Но тогда он еще был не политический. Вот пока я могу, так сказать, формулировать эту задачу только так. А потом, когда вот, так сказать, больше того, я не знаю, так сказать, я-то специально наблюдал, а какую, скажем, какое место занимал, ну не только Навальный, а себя так называемая несистемная позиция в протестном движении. Ровным счетом никакого. Никакого абсолютно. Никакого, понимаете? Вот схема, вокруг которой мы пытаемся... Ну как, она занимала место на трибуне. Чтобы не приди Господь, не возникли правильные лозунги, грубо говоря. Нет, я специально ходил, смотрел, я даже просто, ну, это и профессионально, и политически мне интересно. Значит, люди, которые собирались, они к этой трибуне отношение имело только, так сказать, ближайшее, там, не знаю, небольшое количество. Все остальные, в общем, было до лампочки, что происходит на трибуне. Понимаете? Значит, может быть, возникает проект, ну, был, я читал такую версию, что нужно было создать лидера протестного движения, ну, условно говоря, из Навального. Ну, тогда это тоже дело, идиот, извините меня. Ну, тогда не нужно было подбирать такое окружение, грубо говоря. Во-первых, окружение. Во-вторых, мы с вами прекрасно знаем, и в этой студии много раз обсуждают, что огромная часть протестного движения Навального вообще не воспринимает. Правильно? Правильно. Вот тогда, вот, значит, тогда там нету сценария. Там бред. Политический бред. Понимаете, в чем дело? Настолько все запущено, я считаю. Конечно, в том-то и дело. Беда-то, вот, как я понимаю, беда-то в власти заключается в том, что она уже, вот, как бы, от страха потерять власть потеряла, как бы, вот, при Суркове там хотя бы были сценарии. Мы можем... И накатанные лекалы. Ну, чего-то, да. Чего-то человек выстраивал, он, в общем, человек был, ну, прямо скажем, не без фантазии. Вот сегодня... Креативный. Ну, назовем это, Олег, согласен, назовем, но согласимся, при всем моем... Но, правда, последнего проекта «Дожиданская платформа» как-то не очень. Не, ну, там, нет, пока нет. Не тех клонов, наоборот. Но дело заключается в том, что система сама впала в такое состояние, это системная вещь, когда даже Сурков оказался. То есть вы говорите о деградации системы? Деградации, безусловно, я именно про это и говорю. Вся история с Навальным для меня это еще один просто показ полной деградации системы. Потому что уже там уже... А вы не боитесь ошибиться? Нет. Нет, нет. Со мной спорили много лет назад, когда я говорил, что она вот по этому сценарию обязательно пойдет. Ну, это Петерим Сорокин, грубо говоря. Ну, это не Петерим Сорокин, но, во всяком случае, это было понятно, я помню, наши дискуссии лет восемь назад. Потому что то, что вы говорите, вселяет надежду. К сожалению, нет. Потому что эта система нереформируемая, она может только упасть. Правильно. Но тогда вот в России, когда система падает, извините, нам с вами не поздоровится никому здесь. Вот этого бы я очень не хотел. Но, к сожалению, видимо, это сценарий похожий. По поводу истории вот с выборами, посадки, ну, я имею в виду, осуждения, принятия под стражу Навального, вручения ему моментально титула политический заключенный на ультров выпуск. Кстати, а как с тем титулом быть? Он остался, статус у него политического? Или нет? Я не могу ни от кого добиться. Нет, его спас народ. Мы думаете, Амнисти Интернешнл, ну, поторопились, ребята, я бы сказал так. Отмашка прошла? Нет, там не обмашка, просто, ну, вот, понимаете, как бы обе стороны впадают в эйфорию иногда. Вот я серьезно просто, я знаю этих людей, они, в общем, вполне достойны. Но вот бывает эйфория, знаете, тоже. Нет очень холодного и правового расчета. Вот в таких ситуациях, когда вы не знаете, что делать, встаньте на правовую позицию, тогда будет понятно. Вот если бы просто аккуратно проанализировали, что такого вот истории, так сказать, посадили, а потом пустили не было, то не надо было торопиться. Вот не надо было торопиться, да. То есть надо ждать немножко развития событий. Вот у меня был такой, к сожалению, покойный друг, один Володя Головлев такой. Он говорит, есть такие ситуации в политике, опять говоря, это не... Только надо просто вот как ежик в тумане лечь на спинку и посмотреть, куда река течет, а потом принимать решение. В политике это, кстати, очень часто такие штуки бывают. Кстати, а я хотел бы предложить немножко другой вариант. Давайте так, вот как будут развиваться события. А мы потом через месяц встретимся и послушаем вот эту вот ситуацию. Хорошо, предлагайте вариант. Да, я предлагаю, ну, практически я уверен в этом варианте, состоятся выборы. Но в процессе, в процессе предвыборной кампании претензий никаких не будет господину Навальному. Там есть исходные номера на наглядной агитации, сколько, ну, как обычно. Ничего этого не будет, все пройдет очень мягко. Я не скажу, что за него столько проголосуют, но в итогах будет написано от 20 до 25 процентов. Я, кстати, на этом однажды, извините, деньги сделал. Я забился на Единую Россию от 40 до 50, когда были выборы. 49. Готов спорить насчет Навального, да. Вы говорите от 20 до 25? 20 раскидывается на остальных четырех кандидатов и, ну, может, 17, там, доля процента. И 55 получает Собянин. Все признают эти выборы, начиная от господина Обамы, Меркель и заканчивая оппозиционной прессой. В России появилась надежда на демократию, честные выборы. Как раз поспевает приговор. Касаться, как раз, по времени так оно и получается, где-то там 12-го, 15-го, я думаю. Ну, это все зависит от адвоката. И от того, когда суд назначат. Ну, мы понимаем, что он назначат, это уже после 8 октября, даже после результата. И какой будет приговор? Какой приговор, я думаю, что учтут все смягчающие обстоятельства. Ну, я не говорю о выборах мэра. Смягчающие обстоятельства, это дети, там еще ранее не судим, осознал. Ну, понятно. Нет, не осознал, конечно. Оправдают либо условно? Нет, не оправдают. Условно, значит, не может занимать. Или 5 условно. Если хорошо будет себя вести на выборах, будет 4 условно. Ну, хорошо, через месяц можно встретиться и обсудить. И вот послушать еще раз то, о чем мы говорим. А еще бы хотелось услышать аргументы, которые вас привели к такому прогнозу. Ну, вы их уже, в принципе, вы сказали. Да, потому что слишком одно завязано с другим. И слишком странная ситуация. Потому что этого не может быть, потому что этого быть не может. Вы должны прорываться на новостной перерыв. Оставайтесь с нами. Вадим, оставайтесь на линии, мы обязательно вас выслушаем. Добрый день, мы снова в эфире. В гостях у нас Юлий Несневич и Олег Луре. Обсуждаем мы цирк вокруг Навального. У нас телефонный звонок. Добрый день, Вадим. Алло, здравствуйте. Добрый день, вы в эфире. Да, спасибо. Вот я хотел бы сразу возразить на одну реплику политолога. Когда уважаемый Юлий сказал, что якобы после этого процесса у Навального в Москве уменьшится количество. Ну, помимо его постоянных поклонников. А я вам скажу, наоборот. Я сначала думал, что Навальный, как политик, не должен идти на эти выборы. Наоборот, он должен накапливать силы, не связываясь ни в какую борьбу. Но после вот этого я решил, что он действует правильно. Он сейчас получил поддержку, он сейчас получил трибуну. И пусть он эту трибуну свою использует, и слава богу. А я вот хочу еще такой момент выразить. Смотрите, пользуясь вашей же теорией заговора... Это не теория заговора, это спокойный анализ. Я не люблю такие слова. Пользуясь, да, именно спокойным анализом и вашей теорией, я вот вижу и составляю вывод о том, что вы оба сейчас... Ну, помимо политолога, вы оба действуете сейчас на... Хотя и критикуете нынешнюю власть, вы оба сейчас действуете на ее пользу. Как бы зачищая поле от оппозиционеров любых. Слушайте, Навалли не оппозиционер, он говорящий голова. Ну, при чем здесь... Он сам себя уже давно зачистил. Вот вы сейчас начинаете спорить, и меня сейчас, может быть, застил... Да ну, говорите, Горбович. Вот, пользуясь случаем, просто я говорю, что вы все время критикуете оппозицию. Она не такая, она не такая. Да какая разница, любая оппозиция сейчас, она на пользу тем. Она на пользу, кстати, и власти. Любая оппозиция. Ее надо тестовать. Ей надо давать возможность как-то выразить. А мы уже начинаем с того, что они еще не начали свои предвыборные борьбы, а мы их уже их гнобить начинаем. А зачем? Кого гнобить? Да любого. Вот того же Навального. Вы сейчас его сравниваете с какой-то там марионеткой. Ну. Ну, пусть он марионетка, но если любая марионетка будет, хоть какую-то каплю подтачивать в этой власти, которая сейчас... Извините, позвольте вам возразить. Мы, на самом деле, занимаемся несколько иным. Пытаемся выяснить. Мы пытаемся выяснить, чья марионетка Навальный. А и уже от этого плясать. А что вы решили, что он марионетка? Ну, так вот карта ложится. Вот поликулок, который сидит с вами. Он не согласен, я сразу чувствую, что не согласен, что он марионетка. Юля, вы не согласны, что он марионетка? Нет, слово марионетка... Нет, не правило, слово нехорошее. Хорошо управляемое. Это фигура только, ну, фигура, у которой есть люди, которые заинтересованы в ее... Существовании и развитии. Вот насчет марионетки я тут тоже... Вот я сразу вам сказал, это не бизнес-проект. Вот там могут быть марионетки. Здесь совершенно более сложная ситуация. Здесь только гордые соколы. Не-не-не-не, здесь просто есть... Вот политика, это, в общем, такая игра, в хорошем смысле игра, я к политике очень серьезно отношусь, но это игра, в которой есть разные стороны, и в любой ситуации каждая сторона будет искать свой интерес. Понимаете? Это не просто дергать кто-то за ниточки. За ниточки дергают в Единой России, вот там нет политики. Понимаете, в чем разница? Там, где дергают за ниточки, значит, там нет политики. Это совершенно другое. Здесь чуть ситуация сложнее. А здесь леска вместо ниточки. Нет, тут даже не леска, но тут есть интересанты, безусловно, которые были изначально заинтересованы в появлении второй фигуры, а дальше появились группы интересов, которые с разных сторон вокруг этой ситуации начинают играть. Вот о чем я говорю. Вот о чем я говорю. Вот, кстати, наш слушатель, он сейчас как раз показал очень интересный пример. Вот, так сказать, вот атака на Навального, она действительно несколько расширила круг, который даже людей, которые пришли его встречать, мы это видели. Или там приходили не только сторонники Навального. Есть социология, которая покажет, что это не только сторонники Навального. Это часть протестного движения. Но произошла и другая. А другая часть протестного движения, наоборот, еще больше отвернулась. Вот что произошло. Вот в той части протестного движения, которая раньше к Навальному относилась не как, грубо говоря, и вообще он был ей по барабану, там тоже начинается дифференциация. Часть не за Навального пойдет голосовать, а может быть будет бросать голоса за Навального в силу протеста. А другая часть вообще не пойдет, большая часть не пойдет на выборы, увидев весь этот цирк. Вот о чем я. Но мне кажется, что вот наш собеседник только что наоборот подтвердил теорию того, что раньше бы я не собирался идти, но после этих арестов, после этого шоу, я обязательно пойду и поддержу страдальца. Давайте возьмем еще один телефонный звонок. Аркадий, добрый день, вы в эфире. Алло, добрый день, извините, вопрос от Юлии Несневича можно задать? Конечно. По поводу предыдущего, кто вот сказал, я даже вообще говорить ничего не буду, я вот здесь вас Степан Геннадьевич полностью поддерживаю, полностью поддерживаю. А вот и вопрос Юлии Несневича, скажите, пожалуйста, вы как политолог, вы же знаете, как там все там что делается? Кто хозяин Путина? Кто хозяин Дерипаски? Кто хозяин Прохорова? Все вот эти вот банды уничтожающие в России. Нет, правильный вопрос. Второй вопрос, просто нам объявляют о том, что страна оккупирована, оккупирована территория, а они пацаны, смотрящие за колонией. Эти пацаны есть старше, еще кто-то. Нет, это Федор, это теория Жени Федорова. Нет, у него спионы. Нет, они все управляются из Кремля, я только вчера с ним был в эфире, поэтому я прекрасно знаю. Вы специально так делаете, чтобы это как у Соловьев есть. Ему люди задают вопросы. Я сейчас вам отвечу, вы не спешите. Я вам сейчас отвечу, успокойтесь. Те, кто будут говорить что-то, понимать, мы их будем называть этими. Значит, я еще раз говорю. Второй вопрос, извините, я быстро. Я вот считаю, и не только я один, я вот в Ростове живу, работаем на заводе, на Ростове, у меня зарплата 15 тысяч. Я работаю маляром. Там сварщики, мужики подают 18, это 20, это максимум получают. Это предельные зарплаты. Квартира стоит самая минимальная, двухкомнатная, 2 миллиона. Это пустая. Еще 2 миллиона надо, чтобы сделать, и ремонт. И все остальное. Вот эти песни про то, что там много зарплаты, там страна процветает. Это вы пойте вот этим персонажем. Здесь те, кто сидит на бюджете, да, у них все хорошо. Нет, вопрос в чем? Секундочку, вопрос в вас в чем? Я вот считаю, что только революция может скинуть вот эту банду. Потому что больше никак нельзя. Так вот я вам отвечаю на ваши вопросы последовательно. И вот скажите, если я считаю, что это неправильно... Можно я вам все-таки отвечу? Дайте, пожалуйста, возможность ответить. Вы мне задали вопросы, я их услышал. Первое. Страной управляют не Путин, не Медведев, у меня есть своя точка зрения, и управляют группировки клановые, финансово-экономические, их довольно много. На самом деле Путин, и вот то, что мы видим на поверхности, это, ну, есть такая знаменитая сказка у Гоффмана, называется «Крошка Цахис». Вот это классический пример. Никакой, конечно, это не Вашингтонский обком, никто это все, так сказать, измышления. Я не знаю, кого это, депутат Госдумы Жень Федоров. У него давно, так сказать, сдвинута на эту позицию. Значит, моя позиция в другом. Есть номенклатурно-олигархические кланы, которые ведут между собой постоянную борьбу. Еще с советских времен. Даже с советских времен. Там часть кланов еще и советских, безусловно. И вот в результате, вот действительно, страна... И вот то, что я Вам говорил, когда система приходит в деградацию, это естественное свойство, если мы принимаем вот эту схему системы. Потому что это неизбежный процесс. Второе то, что Вы говорите. Как поменять эту систему? Эта система изнутри не реформирована. Тут я с Вами абсолютно согласен. Вот насчет того, что революция это или не революция, это отдельный предмет для разговора, потому что сегодняшняя мировая практика показывает, что существует смена режима, ну, скажем так, без революции, когда люди бегают с ружьями. Без крови. Так называемый... Ну, с небольшой кровью. Ну, это вот, это пример, который начался с Ганди, так сказать, ненасильственное сопротивление. Сейчас это один из основных режимов. Но то, что эта система изнутри не реформирована, тут я с Вами абсолютно согласен. Не надо меня, так сказать, в этом убеждать. Я сам готов кого угодно в этом убедить. Снова возвращаемся к Барану. Верия Кнавальну. Значит, вот из всего этого у нас просто осталось четыре небольшие минуты, следует подвести и сделать некоторое резюме. На мой взгляд, еще раз я повторюсь, Юлий придерживается точки зрения, что это бездарный худрук. Вы придерживаете точки зрения, что это гениальный кукловод. Ну, может, не гениальный, но достаточно продуманная история. Талантливая история, в которой участвует кукла. Вот давайте-то просто сконцентрируемся, может быть, на двух событиях. Вот, на мой взгляд, в пользу теории или точки зрения Юлия говорит, конечно, весь этот цирк с осуждением и моментальным освобождением. Это однозначно. А сбор подписей? А, ну, сбор подписей тоже, просьбы и приглашения. Так это как раз шоу. А объявление досрочных выборов, давайте все-таки предысторию возьмем. Это не марковский процесс. А в вашу пользу говорит тот простой факт, что всплески популярности Навального, то есть возможность монетизировать этот политический проект, как раз приходят снова посадки. Так он, в принципе, никому особо не интересен. И вот как здесь быть, как совместить? А и меня это совмещает, я же вам сказал, потому что власть, когда действует бездарно, она провоцирует совершенно на обратную реакцию публики. То есть талантливый менеджер может на этом сыграть? Нет, не в этом дело. Вот смотрите, давайте просто возьмем целый ряд последних событий, не только с Навального. Только Юрий, у нас осталось 3 минуты. Быстро, я от 3 минуты. Вот все протестные движения, это чего? Сценарики? Это глупость власти. И вот вся вот эта вот, там, с 2011 года, все действия, которые совершает власть, наращивает протестные движения. Это что, чей-то сценарий? Наоборот, это бездарность власти. И Навальный в этом ряду лежит абсолютно точно. Но в данном случае, опять-таки, вернемся к выборам. Вот эти две факты как? Я считаю, что все идет по плану и как результат. Давайте так, я фактами апеллирую. То есть, вот, взятие под стражу и магическое освобождение через час, это все спектакли? Конечно, это была предварительная договоренность. Это был спектакль для поднятия рейтинга. И в итоге он получает 20% и, соответственно, 5 или, в хорошем случае, 4 года условно. От 20 до 25. И еще момент. Я запомнил. Да. Как политик, как оппозиционер, после этого он, естественно, сбитый летчик. То есть, не игрок. Свою функцию выполнил. Все. Отработанный материал. У нас есть телефонный звонок Алексей. Только у нас две минуты осталось. На минуту, пожалуйста, быстро. Да, Алексей. Алло. Да, да. Добрый день, Стефан. Добрый день, гости. Хотелось бы просто несколько событий установить. То есть, изначально Алексей хотел идти на выбор президента. Его сажают, как бы, да, не дают даже зарегистрироваться. После этого он продолжает, как бы, и свой расследователь. По-моему, он сам отказался. Он сам отказался. Там никто его не сажал. На минуточку его арестовали. И не дали даже технически подать заявку. А, он сидел 15 суток. 15 суток. Сплеск интереса, правильно, да. Сплеск интереса. Монетизация проекта. Так, второй. Вот. Ну, второй момент, что он, значит, не собирался найти выбор. Как это он не собирался? Вы что? Его выдвинула республиканская партия. Вы что, друг мой? Вы выдвинула республиканская партия, как только началась вся история с выборами. Значит, республиканская партия Рыжков, Немцов и Касьянов сказали, что мы своего кандидата мы не дадим, пусть будет мне Навальный. Он сразу собирался идти. Это потом, в некоторый момент, он стал задумываться, а идти ему или не идти. Но изначально он шел на выборы. У него выхода не было, он бы не набрал количество голосов. Нет. Ну, просто вы тоже, как бы, еще один момент забываете. И само суть дела, и все, как бы сказать, такую представность, да, всех фактов, и это как-то за скобки выбирается. То есть, как бы, есть представное дело, и есть политический проект. Вам не кажется, что есть какой-то есть лицемерие небольшое? Нет. Нет, абсолютно нет. Политика лицемерная вещь, особенно у нас. Нет, но политика, нет. Настоящая политика лицемерная, у нас она лицемерна, безусловно. Поэтому мы называем это цирк. Мне объяснение, потому что тут есть столкновение разных интересов. Одни хотят сошлать, а другие хотят использовать на московских выборах. И тут интересы не сошлись. К сожалению, время нашей программы подошло в концу. У нас в гостях был Юлий Несневич, профессор кафедры политологии НИУ Высшей школы экономики, Олег Лурье, журналист. Ну, надеюсь, вы на все, конечно, вопросы не ответили, но хочется надеяться, что у вас теперь будет есть, вернее, над чем подумать. О, это самое главное, да. А уж каким вы там придете, сами вы себе судьи. Удачи!